Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас мукбанг с блюдами, которых раньше никогда на моем канале не было. Обалденный салат! Если честно, я просто офигела, когда его увидела. Утром я проснулась, вижу, стоит такой букет. Я такая в шоке, мам, тебе прислали цветы. Оказалось, что нет, это салат. Выглядит очень аппетитно. Буду пробовать впервые. И еще вот такая вот горячая закуска. Ее я буду макать в соевый соус, который уже подготовила. Минуточка АСМР. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто так переживает за Твикса. Честно, очень приятно. Кто-то пишет, хватит говорить про кота. Кто-то пишет, говори как можно больше. Мы хотим, чтобы он выздоровел. Мы хотим знать ее подробности и так далее. В общем, многие заметили, наверное, у меня в Инстаграме. Я выложила фотографию Твиксика. Я думала, вы не заметите. Специально говорить про это не стала. Но, оказывается, все заметили. Почему я говорить не стала? Я подумала, может, я себе накручиваю не к столу. Сейчас быстренько скажу и все, закроем эту тему. Дело в том, что его воронку я решила все-таки снять. И он начал облизывать свою лапку и вот так вот умываться. То есть, ну, котики так обычно делают, так умываются. У него этот вирус на руке распространился на правый глаз. Я специально про это говорить не стала. Просто сделала фотку, выложила в Инстаграм. И заметила, что очень много людей тоже заметили, что что-то не то с глазом. Хотя на фотографии это было почти незаметно. Очень вкусная закуска из слоеного теста. В общем, проблемный мальчик у меня. Какая красота. Вкусно именно с соевым соусом. Постараюсь смонтировать этот рецепт. Если не успею до выхода этого видео смонтировать рецепт, то знайте в ближайшее время, буквально 2-3 дня, рецепт будет на канале. Стало меньше мукбанков, стало меньше видео. Получаю очень много сообщений по этому поводу. Но опять же, дело в том, что я снимаю видео на запас. Не могу сказать, что я ленюсь. Наоборот, у меня день очень насыщенный. Я ничего не успеваю. Никуда не хожу почти. Подруга уже, который день мне говорит, давай куда-то сходим, пока хорошая погода. Потом будет ветер, будет холодно, неохота будет гулять. Я все никак. Настолько вкусная закуска, девочки. Я прям не могу. Я уже начала этот соевый соус добавлять просто везде. В любой непонятной ситуации я добавляю соевый соус. Я поставила опросник в инстаграм. На какую тему мне поболтать? Ты бы простила измену? Нет. Никогда в жизни. Если даже у меня будет четверо детей, я буду, не знаю, нуждаться в муже. Никогда. Можно простить все, что угодно, но не измену. Человек, который один раз изменил, он будет изменять вам всегда. Как ты успокаиваешь себя в трудные моменты своей жизни? Я просто захожу в YouTube. Когда мне грустно, когда мне плохо. Я просто стараюсь об этом не думать. В общем, мама считает, что я в какой-то степени холоднокровная. В том плане, что я редко за что-то переживаю. Я просто не показываю ей, когда я переживаю. Я знаю, что если я ей покажу, что я переживаю, мне от этого будет еще хуже. Я из тех людей, которых очень сложно довести до слез. Я очень редко плачу, и меня реально очень сложно довести до слез. Это прям как надо меня задеть. Я могу заплакать, например, если мне кого-то жалко, например. А только чтобы меня обидели, и я сижу, плачу, это бывает крайне редко. Когда мне бывает грустно, плохо, вот в моменты, когда у меня умерла бабушка, реально в этот день было как-то очень фигово мне. У меня почему-то было такое ощущение, что она сейчас откуда-то выйдет. Что она просто встанет и скажет, что это шутка. То есть это какой-то пранк. Мы разыграли айку, или что-то такое вот будет. И даже в ту ночь, в первую ночь, когда я спала в этом доме уже без бабушки, я вот так вот лежала, как только я выключаю свет, у меня такое ощущение было, что кто-то рядом со мной вот стоит. Я вот лежу, а кто-то стоит. Возможно, это само внушение. И вот в этот момент мне было конкретно плохо. некоторые писали мне, что вот, Алька, ты не снимаешь истории, как ты плачешь и так далее. Я это переживала в себе. И плюс, вы знаете, у нас такие традиции, что столько людей приходят, уходят, тебе надо этому чай налить, там, не знаю, тарелки у соседки. Такая просто самотоха, что ты просто не успеваешь горевать. Я не скриню, вот так вот делаю. Вот первый вопрос, который мне попадется, вот на него буду отвечать. Нет, на этот вопрос я не буду отвечать. Такой вопрос попался там. Но вы поняли, из серии. Вот многие пишут, как ты относишься к данной ситуации в стране? Ребят, вы, наверное, недавно меня смотрите, я живу не в России, я живу в Азербайджане, в Баку. Как ты относишься к межнациональным бракам? Отлично. Я считаю, что самое главное, чтобы человек был хороший, а национальность, это не столь важно. Я реально искренне так считаю. Например, если бы я полюбила человека, не знаю, там, русского, я бы вышла бы замуж за русского. Главное тут, семейные ценности человека. Если человек, например, европеец, это не значит, что обязательно у него искаженное восприятие семьи, например, да, или наоборот. Если человек, например, азербайджанец, это не значит, что он прям идеальным будет. Для меня самая главная черта в человеке это не чтобы у него была квартира, он хорошо зарабатывал, не знаю, был красавчиком. Самое главное, чтобы человек был верный. Если вот этого черты у человека нету, просто мимо. просто неинтересно. Не то, что я ревнивая, но и даже, если честно, нету времени сидеть и, например, контролировать парня, кого он лайкнул, куда он пошел и так далее. Я просто считаю, что женщина должна быть уверена в своем мужчине. Я считаю, что если мужчина мало зарабатывает, это не минус. Человек старается там что-то делать, но где-то у него не получается. не всем нам суждено покупать дорогие тачки, не знаю, кучу квартир и все такое. Гораздо важнее человеческие какие-то факторы. Я прям не ожидала, что я все съем. Просто настолько вкусная закуска. обязательно надо приготовить вам рецепт. Айка, вы говорили, что начали учить английский. Как успехи? Да никак. Забросила. Хотя надо. Вы знаете, одно время мне прям так хорошо шло. просто каждый день выписывала в тетрадку 7 новых слов и их учила. Плюс смотрела американских блогеров. Но я обычно смотрю бьюти-блогеров, а они используют одни и те же термины, которые плюс-минус похожи на наши. Поэтому даже если ты в английском ноль, ты будешь понимать, что она говорит. с соевым соусом это закуска просто нечто. Ну что, давайте хотя бы попробуем. А то уже местечко в желудке осталось немного. Давайте с этих цветочков редиски. корейская морковка. Внешний вид, конечно, вообще топчик. Выглядит реально очень красиво для праздничного стола. Самое то, просто украшение. если честно, я обожжалась закуской, поэтому уже просто нет места, чтобы это все схомячить. Обязательно подписывайтесь, ждите мои новые видео. Рецепт будет в ближайшее время. Если успею, сразу смонтирую, если нет. Но ближайшие, наверное, 2-3 дня. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok